Щепки летят. Около 40 деревьев срубают в одном из дворов по улице Волочаевская. Двор попал под программой модернизации ЖКХ. Как Акимат выбирает территорию для благоустройства и какую реакцию вызвало решение властей у населения, расскажет Анисия Билова. Мы вот сейчас объясняем, как... Я отлично сейчас снимаю, если зато это дерево упадет на колонию. Вот это дерево же надо демонтировать. Когда? Нет, вон тут согласны. Вот это тоже, да? Оно же рано или поздно упадет. Мы согласны, но не до такой степени, что совсем... Вот так вот. Четыре дня назад начался беспощадный сруб деревьев. Острую реакцию жильцов это вызвало моментально. Жильцы признаются, что заблаговременно их никто не предупреждал и тем более не собирал подписей. За 27 лет никому наши деревья не мешали. Вдруг помешали. И вот таким еще нещадным просто образом. Ну как? Что красиво, как облагородили. Хорошо, облагораживание занимается. Посмотрите на этот дом. Все лысо. Такой дом красивый. Вот такая красота. Вы знаете, где благородство? Мы, честно говоря, все возмущены. Мы все против категорически. Если облагораживать, то облагораживать для детей что-то сделать нормально, чтобы дети могли играться. То есть стоянки можно сделать для машин. Так как здесь машины некуда ставить, очень много. Но никак уж не рубить деревья. В 2014 году Волочаевская 39 прошла по программе модернизация ЖКХ. Тем самым государство зашло с комплексным благоустройством всей дворовой территории. Начали с омолаживания деревьев. Стволы диаметром более 40 сантиметров несут большую угрозу. По стандарту дерево должно быть 7 метров, а крона 3 метра. После омоложения дерево начинает заново жить. После штамповки деревьев мы планируем сделать демонтаж старых бордюрных ограждений, опор освещения. Полностью мы планируем расширить проезды, создать гостевые карманы. У нас будет новое освещение, будет новый бордюр, будет технический тротуар, безопасный для передвижения детей и жителей данного двора. По словам Вадима Гормакова, предварительно они проводили сход с населением. Реакция была положительная. Жильцы дали свое согласие на новый порядок. Вместо пуховых древен, которые вызывают аллергию, посадят хвойные, которые зеленый круглый год и от них нет листьев. Конечно, будет временное неудобство, но ничего страшного. Зато у нас будут прекрасные дворы, детские площадки, асфальт, бордюры, лавочки и беседки. Я думаю, что жителям стоит немного потерпеть.